всем привет с вами toprc сегодня к нам на обзор попала трофейка такая называется она название henguan p402 если не память не изменяет вот это двух мостовая версия такая же версия еще бывает шестью мостами и давайте кратенько расскажу вам о своих впечатлениях о трофе так как это наша первая трафика которая попала к нам руки то естественно перед тем как делать обзор мы покатали посмотрели как она ездит и сейчас поделимся с вами своими впечатлениями и так начнем в эти скорки нет давайте с комплекта начнем модель комплектуется у нас аккумулятором на 1500 ампер часов новый аккумулятор есть такая странность во первых эта кнопка сзади какая-то и он так вот сюда внутри трясется также комплект идет ночник в принципе для новичка будет полезная штука чтобы аккумулятор заряжать и аппаратура управления трехканальная самая обычная питатель 4 батарейками пальчиковыми есть реверс первого второго канала и настройка руля на этом настройке здесь заканчиваются больше ничего нету и третий канал есть на который можно вывести либо светом какой-то включать выключать но вообще за задумка другая 10 3 канал именно переключатель для того чтобы переключать коробку передач которая двухступенчатая корка из лексана имеет пластиковые накладки пластиковую как это называется винтик открутился пластиковый каркас безопасности запаска как это мы шайбочки мутили тут потому что гайку родную потеряли короче так значит запаска это полноценное колесо у нас с хексом то есть если колесо повредили можно заменить имитация салона есть но не знаю как назвать этой имитации такие на одну третью сидушки какие-то здесь есть не знаю смотрится все ром по-детски вот копийности никакой нету и конечно плюс еще что мы наклейки забыли взять у дениса мы поэтому как это все выглядит с наклейками сейчас просто фотку ставим видео покажем далее перейдем к шаске итак первое что бросается в глаза это то что вся модель выполнена из пластика здесь минимум металла и из-за того что у нас пластмассовая рама модель получается такая желеобразная при этом не знаю при большом желании можно очень в спираль скрутить наверное ту раму вот сказывается это на ходе подвески за счет того что у нас модель так ходуном вся ходит ход подвески естественно получается больше у нас но в принципе и если поставить металлическую раму туходит подвески будет нормальный единственное что нужно поменять амортизатор потому что марта 3 пластиковые и у нас уже не подтекают то есть подобрать какие-нибудь амортизаторы сюда железные алюминиевые по такой такой же длины поставить их и я думаю проблема исчезнет колеса у модели на бедлоках диски пластиковые с двух сторон крепятся на винты зажимаются этим бедлоком резина средней жесткости бампера пластиковые сервочка в принципе нормальная из коробки можно вполне на не ездить свои задачи она справляется колеса поворачивает бокс в котором ничего нету но по желанию можно туда свою электронику положить и загерметить его регулятор вместе с приемником два в одном у нас выход идет получается первый канал для сервы и третий канал который для коробки сюда либо там для каких-то ваших фантазий моторчик 540 класса скорее всего никаких больше пометок на нем нету вот коробка двухступенчатая есть два режима 10 переключается high и low вот на покатушке пробовали и тот и тот режим особо разницы не заметили шестеренки в коробке металлические сюда как еще уже говорил продается дополнительное крепление в некоторых комплектах уже он стандартно идет к нам в наборе у нас же его не было устанавливается серва качалка и коробку можно переключать с пульта пользуя этот переключатель что можно отнести плюс у этой модели далее крепление под аккумулятор мне не понравилось потому что она из-за очень мягкого пластика сделано и вот в этом месте она постоянно вообще не держится то есть свободно аккумулятор нужно как-то колхозе здесь как-то его закреплять перевернем модель и посмотрим на нее снизу мосты внутри полностью из металла сделаны но вместо подшипников стоят втулки рекомендуем сразу разобрать мосты прогерметить их и смазать все там смазкой кастрол зеленого цвета тяги все пластиковые карданы телескопические тоже пластиковые как я и говорил вся модель сделана из пластика и также рулевую рейку пластиковую сразу советуем тоже заменить на металлическую сделать ее самим либо докупить она вроде как продается кулаки сюда встают от аксиала без всякого напильника ставить спокойно сюда и также у модели еще очень маленький радиус поворота колес то есть нужно что то с этим делать максимальный угол поворота и его не хватает на покатушках мы заметили что модель на месте тяжело развернуть пластику модели мягкий в принципе это хорошо потому что будет удержать какие-то удары перевороты там кувырки но вот рама желеобразная точно гнется вообще как он то есть и вот так вот и вот так вот и при желании можно погнуть в принципе пружинистая модель это как один большой амортизатор у вас она едет и вся такая как желе поэтому ход подвески у модель вообще классный вообще на модель продается много всего из алюминия то есть и рама и нижняя площадка и мосты даже алюминиевые продаются данная тачка стоит сейчас порядке 160 170 долларов что за такую цену в принципе является очень хорошим вариантом для новичка купить сразу из коробки можно катать модель в комплекте все есть аккумулятор и ночник то есть купить только 4 батарейки нужно и можно сразу ехать принципе катать ее на улице это является плюсом то есть цена у тачки даже с нынешним курсом доллара вполне приемлемая плюс часто бывают еще скидки купоны поэтому можно еще немножко денег сэкономить на покупке смотрим дальше по катушку на этом все позже снимем еще одну парочку видосов про эту модель заказали потому что мне уже какой такой тюнинг должен приехать поставим и потом еще запилим видосики по катушке какие-нибудь подписывайтесь на наш канал ставьте лайки всем пока а и и и и и и и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...